Здравствуйте, мы продолжаем рассказывать о проекте по популяризации предпринимательства. И сегодня у нас в студии Роман Санжиревский, один из участников этого проекта. Ром, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, немножко начнем с того, что представляет собой этот проект. Такое сложное название, популяризация. Да, очень, очень сложное, очень длинное название популяризации. Но, тем не менее, неважно, какое название, сам нацпроект классный, потому что, во-первых, наверное, впервые на моей памяти предпринимательству уделяется столько много внимания на государственном уровне. То есть до этого предприниматели как-то обособлены были, сами развивались. И те образовательные мероприятия, которые проводят нацпроект, те возможности, по которым к нам приезжают федеральные спикеры из Москвы, из Казани, в следующем году будет, это очень круто. Также классно то, что масштабная информационная кампания идет. И в целом как-то государство разворачивается к бизнесу лицом. Если говорить о мероприятиях, например, был отдельный блок по брендингу, насколько это интересно молодежи и молодым предпринимателям самое главное, которые сейчас живут в Благовещенске и пытаются развиваться. Ну, воркшоп по брендингу, почему именно такой формат выбрали? То есть у него есть три блока. Первый блок теоретически мы разбираем, что такое бренд, брендинг, потому что я сам работаю в этой сфере, у меня компания, которая работает именно вот в этом направлении. Очень часто люди путают фирменный стиль, логотип, брендинг. И в первом блоке мы убираем эту путаницу. Во втором блоке мы разбираем, как написать самостоятельно техническое задание, почему воркшоп, потому что мы работаем вместе, пишем техническое задание на услуги по дизайну, так, чтобы дизайн-агентство могло потом взять и понять, что от них хотят. И третий блок – это такой же полезный. Мы говорим про центр «Мой бизнес», у которого есть услуги по субсидированию брендинговых услуг. То есть вы, как предприниматель, подаете заявку, проходите какой-то отбор у них, и центр «Мой бизнес» помогает подобрать исполнителя, и вы можете упаковать свой бизнес. Эти мероприятия подходят уже для действующих предпринимателей или абсолютно для всех, в том числе и потенциальных, которые просто где-то там в голове имеют идеи, но пока не реализуют. Вообще подходит для всех. Я даже больше скажу. Сегодня несколько школьников были, потому что в целом тема интересная, полезная. То есть когда ты начинаешь предпринимать, ты на старте знаешь, что есть такие вот услуги моего бизнеса. Или ты уже действующий, но у тебя есть боль, у тебя там не хватает средств доупаковаться, как-то докрутиться. Это тоже полезно. Почему? Ну вот мое видение, что сейчас предпринимателю достаточно всего лишь реально иметь идею. Ему помогут, ему его направят, ему помогут написать бизнес-план, ему там возможно какие-то субсидии, и самое главное его научат. Действительно ли это так? Или все намного сложнее? С одной стороны это так, и это хорошо. Но с другой стороны, вот здесь должна быть очень хорошая мера и грань. Нельзя уповать на господдержку и надеяться, что вот у меня есть идея, вот идейных, вот их миллионы ходят, да. Идея сама по себе в предпринимательстве вообще ничего не стоит. Стоит именно реализация. То, что тебе в реализации где-то помогут, да, это классно. Но опять же, за тебя там никто ничего не сделает. Тебе нужно самому смекнуть, найти там, написать заявку, прийти отбор, ну и все такое. Вот, поэтому как помощь, ну, содействие даже лучше слово, содействие, да, круто, но что, за тебя там все сделать, нет. Потому что, ну, хорошо, ты пройдешь, там, отбор в моем бизнесе, получишь там услуги, тебе там упакуют бизнес, там, все, все на лайт. Работать тебе, работать тебе, если ты не знаешь, как с этим дальше быть, ну, наверное, тогда я не нужно бизнесом заниматься. Но, тем не менее, проект, например, такой, как бизнес-инкубатор, фарватер, который сейчас реализуется в Благовещенске в том числе, он же направляет людей. Вот какая сейчас, да, эффективность этого проекта на данный момент? Ну, в бизнес-инкубаторе собираются резиденты, вот буквально недавно маркетолог пришла, получила место, работает. Бизнес-инкубатор крут тем, что там налаживаются связи. Условно говоря, вот моя компания делала упаковку одного товара, центр мой бизнес, и, собственно, он там, ну, ладно, мед, без названия компаний, был, стоял, значит, в инкубаторе, и все это там буклеты лежат, все. Директор 2GIS, соседняя компания, увидела, просто, о, классно, позвонила человеку, даже не зная, что это сделали мы. Позвонил человеку, заказал у него мед для подарков корпоративных, и все, предприниматель позвонил мне, сделали еще этикетки, а потом понял, что это все срослось в бизнес-инкубаторе. Ну вот, и теперь подарки от компании 2GIS вот с этим медом. Ну, круто, ну, это просто кейсы из-за обыденной жизни, это буквально там позавчера было. Ну, а сами резиденты, получается, они как-то активно уже вовлекаются в процесс, это именно те, кто приходят и становятся резидентами? Да, ну, в целом все, кто приходят, не могут понять, что да, действительно здесь можно работать, все тебе помогут, подскажут, все как-то сперва с опаской, наверное, настороженно относится, в чем подвох, типа, вот, потом знакомимся, работаем, вообще проблем никаких нет. Спасибо большое, к сожалению, наше время подходит к концу, у нас в гостях был Роман Цзаревский, участник проекта, национального проекта по популяризации предпринимательства. Продолжение следует...